Здравствуйте, дорогие братья! Дорогие братья и сестры, я вас приветствую на телеканале «Союз» на передаче «Страсти и борьба с ними». Мы с вами продолжаем наш большой общий цикл. Сегодня 106-я встреча в рамках этого большого курса, с которого, собственно, надо начинать изучение этих всех тем, таких как изучение проявления страстей, потому что там основа, там база, и там нужно хорошо освоить материал, чтобы понять, как, собственно, бороться с грехами. Если мы это не берем, включаемся сейчас, то, как правило, бывает так, что человек узнает о каких-то грехах, может быть, узнает их, как они в нем проявляются, и вместо того, чтобы правильно идти, каяться, с верой это делать, с церковью это делать, он начинает отчаиваться и идет в противоположном направлении. Поэтому нам сначала нужно обязательно изучать основы веры. Мы с вами изучаем небольшой цикл внутри большого нашего плана, учебного, так скажем, наших встреч, бесед, посвященных страсти тщеславия. Тщеславия – сладкий яд. Сладкий яд почему? Потому что страсть, она такая, она дает наслаждение, она дает удовольствие, она заставляет человека двигаться, чтобы получить это самое удовольствие, быть на показ, делать все на показ, хвалить себя и так далее. Сейчас мы будем разбирать постепенно. В предыдущей передаче мы, на предыдущей встрече, мы разбирали с вами, какие смертные грехи есть у этой самой страсти, а сейчас начнем разбирать тяжкие прегрешения. Напомню, что в святоотеческой литературе страсти делятся по проявлениям грехов. Есть смертные грехи, есть тяжкие грехи, есть условно простительные грехи. Но в любом случае они требуют все покаяния, просто они требуют лечения разного. Мы говорили с вами в предыдущих передачах о том, что тщеславие – это страсть очень непростая. Ей пропитана все наше общество, вся наша культура в основном, наши взаимоотношения человеческие, наша самооценка очень часто пропитана самой страстью. И не обязательно это касается людей совершенно мирских, неверующих. Это страсть, которая липнет ко всем. И чем больше человек борется духовно, тем у него больше опасностей попасться на эту самую страсть и погубить все свои труды. Но давайте начнем разбирать проявления. Одно из первых, в нашем списке, в нашем плане, присмыкались перед начальниками. Я думаю, вы, наверное, сами попадали в такую обстановку или видели, как это делается, когда начальник, от которого ты зависишь, или какой-то грозный какой-то, или наоборот, у тебя хорошие с ним отношения, и человек начинает присмыкаться. В церковной среде, к сожалению, есть такое подобострастие. Когда там, ну давайте уровень приходской возьмем, не будем там высоко дальше брать, но это везде все одинаково, все транслируется. Вот, допустим, наш приходской уровень бывает, человек почему-то чувствует какое-то не просто уважение, почтение к священнику, как к человеку со священным саном, а думает, что это смирение, когда он это делает с подобострастием каким-то, с преклонением перед ним, с лебезением каким-то таким, раболепством перед начальником или перед священником. Это, во-первых, смотрится отвратительно совершенно, это какие-то совершенно извращенные отношения, и вовсе не христианские, и, конечно, у нас не должно быть на приходах такого, но, к сожалению, бывает, что священник попадается, мы же тоже люди, да, попадается на такую удочку, и ему кажется, что так и должно быть, да, это приятно, когда ты вроде бы ничего, из себя не представляешь, но к тебе такое-то особое отношение, ручку целуют, да, там, в глазки заглядывают, там, как-то к тебе особое какое-то отношение, а ты такой весь барин, весь такой при власти, да, хотя понятно, что по Евангелию это всего должно у нас не быть, да, должны другие отношения быть, уважение, почитание, но ни в коем случае не преклонение, да. В светском обществе это тоже есть, естественно, это все присутствует, чем больше власти у начальника, да, тем можно чаще увидеть вот такие извращенные тщеславием взаимоотношения, которые нравятся всем. С одной стороны, это нравится человеку, который так делает, который привык так относиться к начальнику, и это нравится начальнику, да, что к нему относятся по-особенному, а потом он, допустим, теряет свою власть, да, и к нему относятся, да, кто-то такой там, и он такой в удивлении, почему, оказывается, ко мне так плохо относится. Из этого, это вообще само по себе отвратительно, но что рождает вот это вот неправильное отношение, да, к начальнику? У нас не должно быть какого-то наглого, понебратства, да, безусловно, это человек при власти, человек с ответственностью, и основой взаимоотношения должно быть уважение, да, уважение человека к другому человеку, но в то же время еще должно быть у христианина, если мы про христиан говорим, да, должно быть еще и достоинство христианское, потому что часто бывает так, что вот мы говорим о смирении, да, говорим о покаянии, но мы забываем, что достоинство тоже христианское должно же быть у человека. Это же не означает, что смирение, что человек превращается там в половую тряпку, и в него там все ходят, ноги вытирают. Это же не в этом связано, это же внутренняя работа. Примирение со Христом идет. А сколько можно увидеть таких примеров, когда человек на показ смирения, он играет, да, а не является по-настоящему смиренным. Поэтому вот понимание о христианском достоинстве, что в тебе образ Христа должен быть, а не образ какого-то, знаете, шута горохового, или такого, знаете, раба такого, да, который всем в ножки кланяется. Про смирение совсем про другое. Давайте поизучаем эту тему. И не надо играть в смирение, изображать смирение. Если оно у тебя есть, оно будет, а если нет, то какой смысл? И в то же время мы не должны хамить, да, говорить там начальнику, да, ты никто такой-то, ты мне ничего не значишь, там, вовсе нет. Конечно, с уважением нужно относиться к людям. Это образ Божий, какой бы там человек ни был, да, какой начальник ни был. Но основываемся, да, на собственном достоинстве христианском. Не на гордыне, что я великий. Нет, о том, что мы не должны уронить имя христианина тоже. И относимся с уважением. Поскольку мы понимаем, что начальники нужны, да, так устроено наше общество иерархически, дают задачу нам, она может быть неприятная, может быть глупая, может быть еще какой-то, но надо ее как-то постараться выполнить или попробовать объяснить, сделать попытку объяснить начальнику, если он, конечно, способен слышать какие-то возражения, какие-то аргументы о том, почему эту задачу выполнить нельзя. А иначе получается, что у нас вот из-за таких извращенных на тщеславие отношений и появляются, допустим, приписки, да, в нашей работе. Мы часто говорим в светском обществе, там, в телеграм-каналах, там, новостных, что вот у нас много приписок, много каких-то обманов, лжи. А откуда это берется? Это же не начальник наврал, да, о каких-то цифрах. Это мы, подчиненные люди, боимся сказать, что у нас, допустим, не получилось что-то сделать, да. И человеку проще обмануть, сделать так, чтобы начальника не беспокоить, ему было приятно, да. А на самом деле все там, все рушится, как есть такая картинка в интернете, все в огне, да, а артист говорит, все хорошо, у нас все в порядке. Вот тщеславие заставляет нас вот так делать, быть вот такими нечестными, да, работниками. То есть приписки, обман, говорить начальнику то, что он хочет, а не то, что в реальности. Понятно, я понимаю, что говорить правду очень непросто, но кто ее будет делать как-нибудь. Правду тоже надо говорить правильно, не так, что вышел, шашка там, всех порубил, правду манку рассказал. А просто реально доложить обстановку. И вот если это будет, и начальник, он, может быть, и нуждается в реальной картине, но из-за того, что мы неправильно к нему относимся, да, он этой картины реально не видит. А раз начальник не видит реальной картины, он не может принять реальных административных каких-то мер, да, по решению каких-то проблем. Вот давайте возьмем, это уже самый приходской уровень, не светский, там, понятно, по-разному всякое бывает. Давайте вот приходской уровень. Вот сотрудник, он видит какой-то недочет, вот он видит какую-то неполадку, да, в приходской работе, там что-то где-то работает не так. Он это видит, настоятель, допустим, не видит. И человек видит и думает, да ну не буду я рассказывать, да, что, настоятель лезет, пускай он сам и разберется. А он не видит просто потому, что, ну, в этот угол не заглядывает, как бы говоря. И в этом случае мы вот из-за вот такого неправильного отношения, что вдруг нас поругают, вдруг нас будут считать какими-то, знаете, неуютными людьми, там, мы из этого не докладываем правду и из этого не решаются серьезные вопросы. Поэтому вот это вот пресмыкание перед сильными, перед властными людьми, перед начальниками, это, конечно, одно из очень отвратительных явлений, которое очень сильно влияет не только на душу человека самого, преклоняющегося, да, желающего вот в этом получить какие-то для себя блага, а и на общественную жизнь тоже влияет. То есть это серьезное очень прегрешение, которое вот может пропитывать всю вот эту вот структуру власти от низу до верха. Поэтому вот давайте подумайте, посмотрите хотя бы, вот давайте мы не будем вот этими передатчиками вот этой должи и распространения этого самого тщеславия. Идем дальше. Желание похвалы, желание оценки своих качеств, действий от людей, да. Вот она база, на которой вот этот сладкий яд очень четко разливается, очень хорошо разливается, действует. Желание похвалы, хочется, да, что тебя похвалили. Хочется, что тебя особо отметили, хочется, что тебя особо поблагодарили, на людях, конечно. Или так вот начальник взял тебя, сказал, отец, смотри, какой ты молодец, и ты такой ходишь, ну я про себя, да. Ты ходишь такой, ух, вдохновение появилось работать. А до этого что случилось? И вот это вот ощущение радости, что тебя заметили, удовольствие, вдохновение, крылышки появились, пошел, готов в горы, значит, сравнивать с землей. Это все, это берется от проявления тщеславия, да. И, конечно, человек с детства, получая вот такие заряды тщеславия, когда мы еще в детстве нас хвалят, нам нравится, да, когда нам нашими детскими какими-то глупостями смются, взрослые, нам это приятно, и потом в школе это дальше, 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 и в взрослом возрасте. Оно формирует вот такое неправильное душевное наше устройство, что мы хотим этого самого тщеславия, хотим похвалы. И ради похвалы человек может сделать все, что угодно. Он может пойти на подлости, он может пойти на глупости какие-то, совершенно откровенные. Он может ради лайков делать какие-то отвратительные вещи. Как недавно было в телеграм-каналах скандал, когда, не могу его назвать адекватным человеком, на камеру бросал своего ребенка в сугроб двухмесячного, чтобы лайков набрать. Это же просто отвратительно. Это вот, знаете, такие грубые проявления тщеславия, просто ужасные. И человек, вместо того, чтобы, допустим, показать что-то доброе, какие-то свои достоинства, какие-то свои, ну, хотя бы там таланты, хоть что-то, да, ты поработал хотя бы, да, чтобы что-то получить, очень часто этим самым хвалится, наоборот, каким-то низменными, отвратительными вещами. Поэтому тут надо хорошо понимать, братья и сестры, что вот это вот желание, когда на собрании кому-то грамоту вручили, а тебе нет, да, и ты такой сидешь, меня сейчас назовут, меня назовут, вот это как раз вот и есть тщеславие, понимаете. Не заметили, ах, почему Петрову дали, мы с ним одинаково работаем, а мне не дали, да. Хотя, что ты с этой грамотой будешь делать? Пойдем, пойдешь потом, на страшный суд скажешь, о, у меня грамота, да, есть, или две. Понятно, что это совершенно ни к христианству, ни к Евангелию вообще близко не имеет отношения, но вот это вот желание похвалы, да, желание реакции людей, оно очень-очень-очень опасное. Поэтому смотрите, дорогие мои, вот если, и оно ощущается хорошо, вот постарайтесь повнимательно за собой понаблюдать. Когда огорчаетесь, когда нет, похвалы, когда хочется, чтобы похвалили. Дальше. Ну, то есть это уровень желания, да, смотрите, желание хочется, у нас все от желания идет, да, желание появляется, все, и ты начал болтать, не то, делать не то, да, ум по-другому начал работать, от страсти. Все начинается отсюда, от желания. Ну, понятно, от помыслов сначала, потом желание и поехало, как вот мы, раньше это все в предыдущих передачах обсуждали, как развиваются страсти. Дальше. Поиск земной славы. Вот желание есть, да, хочется, чтобы про тебя сказали, чтобы ты какой-то подвиг сделал, или не подвиг, какой-нибудь гады сделал, чтобы все про тебя говорили. Вот, сколько желтой прессы, которая обсуждает не таланты, звезд в кавычках все-таки я поставлю это слово устно, а кто с кем спит, там, я не знаю, кто какие-то гадости натворил, кто какие-то, что купил, это все делается специально, чтобы вот именно подогревать градус вот этой самой славы, да, потому что где слава, там деньги идут, там какие-то свои преимущества и так далее. И вот получается, что человек, желая, чтобы о нем говорили, да, чтобы он светился на людях, чтобы его оценивали, он стремится получить эту самую земную славу. Звание, да, которое постоянно рассказывает, какие у него звания, да, что он там получил, чтобы его хвалили, говорили, о, ну да, ты вот такой, ты у нас президент межгалактической просветительской академии, да, серьезно, почестей, да, каких-то людей. И вот это тоже заставляет людей очень часто идти на какие-то обманы, подлоги, просто посвящать и терять время для того, чтобы вот этой земной славой напитаться. А это же все очень быстро проходит, ну, мелькнуло раз, ты сегодня на пике славы, а завтра про тебя уже забыли, потому что там другой кто-то залез. Поэтому тут надо крайне-крайне внимательно отнестись к себе, чтобы этим не заражаться. Это не означает, что там, допустим, человек, работая в профессии, допустим, учителем, да, что он не стремится получить там какую-то высшую категорию. Это нормально для профессионального роста. А если этот человек делает именно для того, чтобы похвалиться перед другими, то тогда это, конечно, грех в этом случае. Идем дальше. Оценка своих достоинств. И как проявление – это невидение своих недостатков. То есть человек, он сам себе кажется во всем замечательным. Такой человек не способен на покаяние, он не видит реально своих недостатков, он видит только, что он абсолютно хороший человек. Он делает гадости отвратительные, допустим, вот такие, да, но он сам себе кажется хорошим. Представляете, такое страшное искажение внутреннее. Он себе кажется совершенно хорошим. Он говорит, я танцую, пою, и там кофе подаю, и все у меня замечательно, и никаких грехов у меня нет. И это такое заблуждение, настолько это, получается, отвращается, отвращает человека от покаяния, да, от вот этого правильного христианского пути, что он тут, если Господь каким-то особенными путями этого человека не приведет, что он вот упадет и увидит, кто он такой на самом деле. Да? Он не опомнится. Поэтому нам крайне нужно быть с вами внимательными, братья и сестры. Мы все чем-то одарены. Не обязательно это способности там красиво петь или замечательно рисовать, как никто другой в мире. У кого-то есть замечательные способности быть просто хорошим человеком, надежным другом, мамой, папой, рабочим человеком, у него золотые руки и так далее. У нас ведь об этом, кстати, не говорят, да, по телевизору. Надо какие-то глупости сделать, петь какие-то там непонятности, чтобы считаться там популярным человеком. Нет у нас такой как бы славы, настоящей такой, да, славы трудового человека, к сожалению. Ну, неважно. Но у любого человека что-то есть такое, чем он может реализоваться. И вот лукавый это все использует для того, чтобы его исказить, да, этого человека. Чтобы он начал гордиться своими этими, тщеславиться перед другими людьми, хвалиться им себя. Вот. Ну, и, соответственно, невидение недостатков. Это как один из таких очень серьезных симптомов. Мы можем сами по себе проверить. У вас, на самом деле, у всех числа есть, но мы можем себя проверить. Вот. Можем мы вот сейчас сесть и в кратчайшее время вспомнить, какие грехи у меня были по тщеславию, допустим, с утра, да, или с вчера. Если не получается, то, сами понимаете, уже только симптом серьезный. Значит, мы эту страсть не знаем, а раз не знаем, она легко живет, проявляется, и как у человека, у которого плохое зрение, он порядок идеальный не наведет, да. Там у него, значит, тараканы завелись, и плесень, а ему кажется, что это оригинальный дизайн, ландшафтный, в квартире. Поэтому вот так. Смотрим, да. Это не означает, опять же, братья и сестры, противоположное такого действия, когда человек говорит, да, у меня ничего нет, я такой, я несчастный, я плохой. А ему говорят, да нет, ну что, ты такой хороший, ты так замечательно ешь кашку, что вообще просто классно. А он говорит, да нет, 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 я не такой, я не такой. А на самом деле получает сам удовольствие, да, от того, что вызывает, говорит, ну похвалите меня хоть чем-нибудь, да. Поэтому вот это очень такая непростая история, понимаете, да. Можно подыграть, что тебя хвалили, и ты такой тоже получаешь, а ты самый сладкий яд, отравишься. Дальше, хвастовство. Ну, с хвастовством понятно, я думаю, да. Сильно много о нем, наверное, рассказывать не надо, все мы прекрасно знаем, что такое хвастовство. То есть, ну давайте разберемся, да. И раз уж у нас передача про разбираться, давайте разберемся. Хвастовство – это демонстрация своих сделанных или мнимо сделанных каких-то добрых дел. Вот перевел, образно говоря, бабушку там через дорогу, и чувствуешь, переполняя тебя прямо, вот хочется поделиться, какой ты трудовой подвиг сделал. Ну, естественно, держишь, 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 Богу раз, кто-то в разговоре вылил все, как все было, рассказал. Вот, и, соответственно, добрый дел потерял, да. Потому что в Евангелии, как говорится, что если вы получаете награду здесь, то уже не получаете награду в небесах. Поэтому, если ты что-то делаешь духовное, ну, в обыденной своей жизни, что-то удалось тебе сделать, ну, благое какое-то, хорошее, там, исполнить заповедь, да, попытаться это сделать, и ты потом похвалился, тебе сказали, ну, ты даешь, ты молодец, ты вообще, да, можешь, можешь, да. То в этом случае, ну, давайте образно, по-простому скажем, обнуляется твое доброе дело и даже уходит в минус, потому что ты и доброе дело испортил, еще и тщеславие подпитал. А нам заповедано по-другому, да, помните в Евангелии, что пускай одна рука не знает, что сделала другая. Это что означает? Означает, что делай так и никому ничего не говори. Поэтому хвостовство – это такая тема, серьезная. Мы, как, знаете, стадо павианов, которые друг перед другом хвостами вертят и показывают, какие у него там замечательные качества. А раз у тебя что-то есть такое, значит, ты как бы лучше, да. Я 15 раз бабушку перевел, а я 20, значит, я лучше. Преувеличение. Преувеличение – это тоже, оно проявляется в разговорах. Когда дело было на 5 копеек, а мы рассказали так, как будто оно было на рубль. Мы рассказали красиво, увлекательно, интересно. Все нам похлопали, да, мы как павианщики эти хвостами повертели. Стадо сказала, какой у нас замечательный павиан. Приукрашивание речи тоже. Можно просто рассказать какую-то историю, пускай не похвастаться, а просто рассказать. А можно же так ее рассказать, что ты там чуть ли не герой России вообще на самом деле. На самом деле ты ничего особенного не сделал. Поэтому вот посмотрите, дорогие мои, это все уже проявляется в виде чувств, которые выплескиваются, они очень яркие. Понимаете, это не просто тайные какие-то хитрости, это то, что проявляется. И это может проявляться и в духовной жизни, когда мы друг перед другом хвастаемся, сколько акафистов кто-то прочитал, кто там, как паститься. Это вообще отвратительно, когда христиане начинают друг перед другом хвастаться, кто как пастится, или кто какие-то молитвы читает. Нам явно сказано, это все должно быть тайно, это твои тайные дела. Это написано в Евангелии. Если ты молишься, введи комнату свою, молись тайно. Если ты постишься, постись тайно, отец твой небесный воздаст тебе явно. Но тщеславие же, оно не дает нам покоя, оно толкает человека. Иди похвастай себе, получи удовольствие сейчас. Поэтому это все выливается в яркие очень чувства на самом-то деле, в слова, в которых мы о себе рассказываем. Представляете, в социальной сети на чем это построено, и вот на этом самом и построены. Ведь сколько людей живут какой-то реально параллельной жизнью, когда он в жизни-то не такой, но он себя показывает перед людьми успешным, вот не так, несколько лет назад была такая история, очень печальная на самом деле, грустная, вот у нас с точки зрения тщеславия, просто людить жалко. Как молодая женщина-блогер, ну девушка, можно сказать, молодая женщина с своим, как сейчас это называть, гражданским мужем, так назовем, да, жили в садовом участке, там, в проголодь как-то, и все деньги тратили на то, чтобы уголок этой садового, этого домика сделать, ну, как будто у них там шикарный ремонт, шикарная жизнь, и они играли в эту шикарную жизнь, пока не доиграли, что кто-то из них там погиб, я сейчас не помню, вот печальнейшая совершенно история, а, конечно, там сотни просмотров, куча лайков, отзывы, там, вот как вы красиво живете, а реальность-то другая, реальность другая, они жили вот как нищие, можно сказать, и в другом плане точно как нищие, потому что это постоянно игра на публику, а ничего же доброго не приводит ни к чему. Также и у нас, если мы вот так вот преувеличиваем, преувеличиваем, это же все равно ложь, и потом на лжи человек попадается. Следование моде. Понятно, в одежде, да, в вещах, я не написал, в поступках, когда мы попадаемся, что вот у всех так, да, у всех такой-то айфон, это ли там какой-то там телефон, мне тоже нужно, эта побрякушка тоже нужна, эти бусы тоже нужны, чтобы в этой павиальной стаде, в этом павианном стаде, да, фу, стаде павианов, так скажем, да, образно говоря, я не хочу оскорбить никаких людей, просто это образ такой интересный, показать себя, что я имею какое-то положение, и люди для этого залазят в кредиты, у него зарплата 20 тысяч, но он возьмет телефон за 100, и будет 10 лет отдавать потом эти деньги, но зато у него будет телефон, который, правда, через год уже станет немодный, но вот сейчас он получит вот этот кусочек удовольствия, внимания от своих людей, от своих близких, поэтому одежда, вещи, поступки, да, все едят, ездят отдыхать на какие-нибудь Канары, Мальдивы, я тоже поеду, потому что все это делают, да, все идут в какой-то ресторан, я тоже туда пойду, потому что это показывает уровень, я в этом ресторане, я, и, соответственно, могу потом пойти похвастаться. Положительная оценка своих душевных и телесных качеств, то, что называется самодовольство. Помните евангельского фарисея, который говорил, Господи, слава Тебе, что я не как все прочие люди, да, я пощусь, молюсь, хорошо одеваюсь, правильно сведу, а вот вокруг меня одни грешники, блудники, убийцы и всякие нехорошие ребята. Это что касается душевных качеств. Поэтому, когда у нас такие мысли, я хорошо помолился, я хорошо попастился, да, какой я молодец, что я сходил сегодня в церковь, как замечательно, что я сегодня причастился, а другие не причастились, или я сегодня не причастился, на меня все смотрят, это все идет от этого самого тщеславия, оценка своих душевных качеств. Телесных тоже, человеку лишь бы чем похвастаться, он или душевными качествами хвастаться, и телесными может, голос, глаза, нос, уши, зубы, все что угодно, все что какое замечательное, все у меня хорошо, и какое я весь себя замечательное. Поэтому смотрите, вот это не означает противоположность, что у меня все плохо, у меня все плохо, и я такой плохой, несчастный, некрасивый, бездуховный и так далее. Это тоже противоположность этого самого тщеславия, особенно когда мы это все дело выливаем в слова, чтобы нас пожалели, похвалили. Поэтому давайте вот, братья и сестры, начинаем эту страсть изучать, начинаем себя замечать, и, конечно же, раскаивается, потому что без этого никак не возможно. Помоги нам всем Господь, дорогие братья и сестры. До новых встреч на телеканале «Союз». До свидания.